Пятничная авария на ТЭС отразилась почти на всех жителях нашего города, лишившихся на время отопления. На планёрке губернатор подытожил. С проблемой справились, но не на отлично. Всё сделали, устранили, начали пускать воду. В некоторых домах рвать начал трубы в подвалах. Это о чём говорит? О том, что не проверяли. Начиная с руководства, с меня начинаем. Должны быть на месте случившегося и экстренное устранение всех этих самок. Все вот эти бригады должны работать по первому звонку у жителей. Как работали коммунальщики на самом деле, наглядно показывает авария в доме номер 4 на переулке Полярном. Вчера у нас в 17 часов прорвало отопление. На сегодняшний день у нас уже 13 часов времени. Работы ремонтные вообще не ведутся. Горячая вода затопила всё подвальное помещение. Звонки обеспокоенных жителей привели только к тому, что им отключили тепло. Остальное коммунальные службы долго перекидывали друг на друга. У нас всё время с этой канализацией какие-то проблемы. Ну почему нельзя как-то решить, чтобы... Это проблема не ЖЭО, это проблема водоканала. Это наша проблема. У нас всё работало, всё было нормально. Прибывшие же на место сотрудники водоканала сначала для себя работы здесь тоже не нашли. И проверили там, как бы, с вашей частью всё в порядке? Да, да, всё пусто. Ага, потрясаю. В аварийной службе русской обзывающей, ЖЭО. Звонил не только я, но и многие жители нашего дома. В аварийной службе, дежурному по городу. Ну, дежурный по городу как-то не очень нас любезно воспринимал. А сегодня вообще город не поднимал трубку. В итоге старшая по дому нашла таки работу для сотрудников водоканала. Указала им канализацию, которую нужно прочистить, чтобы вода из подвала могла уйти. В итоге, после многочисленных звонков и приезда нашей съёмочной группы, дело сдвинулось с мёртвой точки. К вечеру субботы в половине квартир дома потеплело. Позже и во всех. Но для этого людям пришлось сидеть сутки без тепла. И почему коммунальные службы так долго не могли отреагировать? Управляющие компании поясняют. Из-за аварии на ТЭЦ много проблем было. Не успевали, видимо. Мы решили обратиться ко всем, чьей помощи ждали жители. И узнать, почему же получили они её так поздно. И есть ли у нас чёткий алгоритм действий в таких ситуациях. Поменяли участок розлива до 8 часов вечера. Меняли отопление, включили воду откачиваем из подвала. Были работы на ТЭЦ. После того, как они там включили, порывы на розливах пошли. Почему так долго всё это делалось? В течение дня мы должны рабочего устранить. Мы это и устранили. От столь популярной единой диспетчерской службы жители оперативности тоже не дождались. Была аварийная служба. 8-го, 12-го. Всё перекрыто. Очень долго приходилось ждать. Дело в том, что по городу очень много аварийных ситуаций. То есть, может быть, и больше 12 часов? Да, и они могут и целый день не приехать, а только к ночи приехать. То есть, у вас это никак не регулируется? Да. В 13.25 за форму устранили. Канализации. Мы уличные свои колодцы прочистили и всё. После заявки через сколько должны сотрудники водоканала приезжать? Ну, по возможности. Вообще в течение двух часов. Два часа в аварийной ситуации. Уже срок большой. Но всё равно сотрудники водоканала приехали позже. Опоздали все. И кто же должен за это понести ответственность? В стадии организации находится вопрос муниципального жилищного контроля. После того, как такая служба будет организована, полномочия по контролю за состоянием общедомового имущества у нас появится. Если губернатор говорит, что все руководители должны быть задействованы в процессе ликвидации таких аварий, то руководитель управления городского хозяйства отмечает, у нас таких полномочий нет. Получается, у нас не только система реагирования коммунальщиков не отработана, но и система наказания тех, кто вовремя не сработал. Может быть, тогда нам стоит сократить количество чиновников и увеличить число коммунальных служб, раз любая жилищная авария в нашем городе устраняется в неопределённые сроки и неопределённо кем. Анастасия Тимоничева и Андрей Борискин для программы Оперативный эфир.